приветствую дорогие друзья слава господу опять с вами я пастор владимир дзюба и для меня это большая честь и благословение сегодня делиться с вами словом и я сегодня хочу тоже опять вернуться девяностому псалму немножко мы отвлеклись я верю что даже в этом мы должны испытывать какое-то водительство для того чтобы для себя получить благословение чудесный псалом я думаю тех кто следит за ходом этого размышлять этого размышления по заходом того когда мы вникаем в слово она приносит для нас большое благословение почему то что 90 псалм он наполнен обетованиями для каждого из нас знаете и они имеют конкретно предназначение для определенной категории людей для кого возникает вопрос для нас те кто принял христа те кто принял его волю те кто желает ходить сегодня ему его путями это слово оно предназначено для вас дорогие братья и сестры поэтому ободряйтесь почему я сегодня хочу делиться не какими-то своими переживаниями жизненными а у меня сегодня в это время больше и больше желания появляется не просто мотивировать вас к тому чтобы вы любили слово божие вникали а я хочу вместе с вами сегодня вникать в эту истину для того чтобы каждый из вас он мог видеть глубину этого слова и мог отождествить это слово сегодня сам с собой верой наша вера она возрастает от того когда мы начинаем понимать бог когда мы начинаем понимать его пути для по этой причине бог нас и призывает по этой причине бог нас и помазать своим духом для того чтобы нас научать его истин и истина которая изменяет нас которая научает нас жить благочестивой жизнью и я верю наше послушание которое приходит в в отношении слова божьего это тоже есть воля воля божья воля божья когда мы послушны и когда мы способны верить богу доверять богу почему я верю что это время как и в любое время бог ищет тех людей кого он сможет использовать кого он может те кто отзовутся на его зов тех кто подымется и станут сегодня в духовном проломе в молитве в том чтобы сегодня быть тем светом быть людьми которые приносят свидетельство о иисусе и псалом 90 как я сказал он наполнен обетованиями и я знаю что с многими людьми и общаясь те которые искренне любят бога бог в определенные моменты открывал и проговаривал с этого псалма даже к отдельным стихам давал им как обетование для жизни для того чтобы они могли пройти через какие-то обстоятельства и а здесь обетование с определенным обещанием 14 стих за то что он возлюбил меня избавлю его знаете мы сегодня можем говорить о наших отношениях бога нашей любви к нему вот почему сегодня мы вникаем слова божие для того чтобы учить учить любить бога знаете как звучит за то что он возлюбил меня кого бога возлюбил мы сегодня очень часто рим бог любит тебя но вопрос в том что есть обратная связь а любишь ли ты бога и много но многие могут сказать под чувством своих эмоций особенно может какой-то всегда я люблю бога но когда приходят сложные трудные времена можем ли мы сказать а я люблю тебя на самом ли деле я люблю потому что временами наша любовь она даже не выражается с нашими чувствами наша любовь она выражается с послушанием его слову под которой мы смиряемся когда мы понимаем что бог видит нас в определенной роли бог видит наш нас в определенном месте и моя любовь к нему то что она делает она меня смиряет быть тем кем бог желает меня видеть сегодня вы если служитель и и приходит момент испытания вашего служения и и вы понимаете о есть лучшее есть мягче пути есть там то есть другое то я хочу задать а выражение это вашей любви или в этот момент мы проявляем просто любовь к себе хороший такой яркий пример это иона помните когда бог ему открыл волю и он был призван потому что он был пророком бог открыл ему сказал он имел понимание в отношении своего призвания и в отношении места там где он его хотел увидеть и когда бог сказал иди туда он пошел в противоположную сторону можно сказать иона ты любишь да я люблю но вопрос твои поступки о чем они говорят поэтому сегодня сегодня я верю что это момент когда мы исследуем самих себя когда в отношении к богу мы становимся более щепетильными и отношения они должны выходить на такой качественный уровень да мы все в борьбе я не могу сказать что мы уже достигли нет мы в пути мы в на самом деле в пути и наши отношения с богом они развиваются и здесь вот чудесное обетование меня она лично мотивирует я не знаю как вас ама меня она мотивирует за то что он возлюбил меня избавлю его то знаете как обещание с обетованием если я живу ради того чтобы подчеркнуть показать свою любовь богу знаете даже мы в жизненных обстоятельствах мы нуждаемся не один раз в том чтобы наш супруг или наша супруга сказала что она любит или мы не один раз нуждаемся в том чтобы кто-то в определенный момент проявил к нам уважение мы нуждаемся в этом мы нуждаемся как люди мы нуждаемся как люди поэтому бог говорит за то что возлюбил я избавлю его что это должен стать знаете как образ смысл нашей жизни жить ради того кто возлюбил меня даже апостол павел сказал кто меня отлучит от любви господней ни скорбь ни теснота не то не то не то почему потому что я все преодолели силы возлюбившего нас я верю что выражение нашей любви к богу она не остается незамеченным богом и она не остается как без обратного благословения в нашу жизнь бог это не капризная девочка бог это личность он есть любовь и когда мы живем для того чтобы показать выразить свою любовь для него послушайте есть то благословение которую бог имеет для каждого из нас есть новом завете но обетование любящим открывает истину и рит защищу его потому что он познал имя мое знаете как нарастающий такой ком благословений защита от того что познал имя господне сегодня мы делаем акцент на нашем господи сегодня мы делаем на том выходе который бог отец приложил нам в иисусе христе поэтому сегодня мы взываем и сегодня наша молитва к тому чтобы он открывался еще больше нам нам почему мы хотим его познать мы хотим познать чтобы эти чудесные обетования которые сказаны нам через псалмопевца написаны в 90 псалом чтобы это не просто были слова какого-то тараторане из заклинания или каких-то каких-то суви и вере я верю что слово божие для нас становится действием когда мы начинаем его понимать когда мы начинаем его провозглашать в свою жизнь с пониманием того что бог сделал нашу жизнь поэтому дорогой брат и сестра держитесь сегодня этой истины пусть это слово в это время она оживает для вас пусть она становится руководством ваших эмоциях ваших желаниях ваших мотивов я верю что сегодня это время когда мы больше наверное очищаемся мы больше приходим к пониманию того насколько прекрасен наш бог который любит нас и я верю что сегодня поднимается множество людей которые не становятся не приходят в положение знаете как безответной любви они приносят эту ответную любовь для бога и мы будем видеть и избавление и мы будем видеть защиту поэтому пусть бог благословит пусть бог поможет делать нам эти шаги в нашей жизни для того чтобы мы увидели множество множество обетований исполненных в нашей жизни через что прославится наш бог и отец и вся слава будет ему